Начали играться, пичку берешь, ставишь его к чергашу и вот так даешь, и она вылетает, получается, восполняется еще плюсом, и там прям в конец тут залетает. Соседи начинают звонить в скорую, в пожарную. Кричал быстрее поехали, там пожар, там Альберт пострадал. Видеть боль своего ребенка и ничем не помочь, не можешь, когда вот помочь, это очень больно для каждого родителя. Врачи нам ничего не говорили, хотя они знали, что Альберт находится на грани жизни и смерти. Ну мы, получается, ходили, там прятки играли, с пацанами там ходили. В итоге в сарае оказались, в гараже, и один мальчик запер нас там. Это был дождчатый сарай, где мальчики играли. Дождчатый сарай, дедушка у этого мальчика там хранил бензин. Они что-то там делали, этот мальчик еще решил покататься на мотоцикле, и чтобы дедушка, наверное, не узнал, что они там зашли или что там они ходили. И их закрыл, вот Альберта с меня закрыл двоих мальчиков, а сам ушел покататься на мотоцикле. Начали играться с пичками, и взяли там вот так, спичку берешь, ставишь его к чергашу вот этому, и вот так вот даешь, и она вылетает, получается, восполняется еще плюсом, и там прям в канистру залетает. Получается, канистра взорвалась, меня отбросила назад, я уже сижу на полу, прислонившись в теньки, и все было темно, и вот получается, я чувствую, что, ну, лицу болен. Я пытаюсь его потроить лицом, и в итоге чувствую, что она немного затвердевшая, вот так, ну, прожглось что-то вот, затверделось сильно. После этого я вижу, что вот в дыму, где дыма, есть пламя, и стою, начинаю кричать, не знаю, что делать, и вижу просвета в двери снизу. Я туда пролез, или как хоть там ее маленькая щелька была, прохожу и смотрю, там, получается, она закрыта, подверта с той стороны. Открываю и зову друга, типа, пусть, не ас, выходи. В итоге он пробежал над пламенем, но с ним ничего не случилось, а на меня ожоги остались. Соседи начинают звонить в скорую, в пожарную. Мы в райцентр по делам уехали, когда собирались домой, мы заехали в магазин, я этот момент помню, и заехали в магазин, я там набрала то, что мне надо, нам надо, стояла на кассе, хотела оплатить, как муж начала машину сигналить. Я-то не знала, что за машина, чья машина сигналит. И муж так забежал в магазин, закричал, быстрее поехали, там пожар, там Альберт пострадал, и все, что там на кассе, все оставили, мы поехали. И когда мы приехали, пожарные, я вот этот момент, вот когда мы приехали, Альберт уже вышел, там он стоял весь такой черненький, никого к себе не подпускал, никого не подпускал. После того, как мы приехали, он отца только к себе подпустил. У меня была кофта, она была синтетичной, поэтому она как бы из-за пламени, она на все тело привыкла, в основном к спине. Ее пришлось ножницами отрывать, и тут уже приезжает скорая, вот, мы садимся в скорую. И я помню только тот момент, то, что мне колят, ну, а бейсбол. И после этого мы начинаем ехать в сторону села, и после этого я ничего не помню. Я сама на тот, ну, наверное, никто из нас еще не понял, что у него состояние критически тяжелое, хотя он сам на ногах, он в сознании, но фельдшер скорой помощи, она увидела, что у него состояние тяжелое, а вот когда у него спросила, долго ли ей будет лежать Альберт в больнице, она не сказала, какая здесь больница, вам надо в Уфу, в Уфу, в Скорее. И всю дорогу она звонила в районную больницу, связь держала там с врачами, звонила, требовала, чтобы Альберта встретили хирурги, чтобы они все были, подготовили там операционную. И мы ждали пока все это, операция как пройдет там. Операции удаляли его вот с кожи, ожоговые эти, как расчищали что-ли, вот это все с лица. И когда мы зашли в реанимацию, там нам разрешили зайти в реанимационное отделение, после операции я увидела его, весь такой отекший, опухший, с трубкой во рту. Сказали, что он сам дышать не может, потому что получил ожог дыхательных путей, и в то же время у него ожог роговицы глаз. Видеть боль своего ребенка и ничем не помочь, не можешь когда вот помочь, это очень больно для каждого родителя. Мне так была охота поменяться местами, я бы сама всю эту боль себе взяла. Так его там держали медикамент, как в искусственной коме, в искусственной коме его там держали, делали укол, чтобы он вот этот боль не чувствовал. И с утра приехали врачи с ожогового отделения, они осмотрели его, они все перевязки сделали. Когда врачи позвали нас, сказали, что мы можем транспортировать Альберта в Уфу, только при условии, при условии, что если мы подпишем документ на разрешение транспортировки, но они не давали гарантию, что Альберт сможет ли, выдержит этот путь пять часов езды, расстояние, пятичасовое расстояние, четыреста километров от райцентра до Уфы. Когда вот этот документ подписываешь, ты не знаешь, ты подписываешь смертный приговор своему ребенку или как бы справку на его дальнейшем выздоровлении. Вот это да не давало мне покоя. Уфу, он доехал хорошо, но состояние у него оставалось все-таки критичным, тяжело, тяжелым. Он, как только его привезли в ожоговое отделение уфимской больницы, его сразу вели искусственную кому. Он лежал месяц в искусственную коме, потому что он сам не дышал. Я каждый день несколько раз приходила к нему в реанимационное отделение. Меня, конечно, к нему никто не пускал. Но хоть какая-то надежда засыпала мыслями о нем, просыпалась мыслями о нем. У меня всегда были на глазах слезы. Хоть сама я улыбалась, я помню, потому что уже ничего тебя не увлекает, ни о чем не думаешь. Ты думаешь только о ребенке, который выживет, не выживет. И всегда, когда звонишь в больницу, говорили, никаких прогнозов нету в состоянии критические, тяжелые, прогнозов никаких не даем. Врачи нам ничего не говорили, хотя они знали, что Альберт находится на грани жизни и смерти. получил 30-процентные ожоги тела и дыхательных путей, и ожог роговиц и глаз. Потом, через месяц, заведующий реанимационного отделения пожалел Альберта и меня пожалел. Он упустил к нему меня. Там он уже начал к себе приходить, без аппарата дышал, но он меня не узнавал. Он сильно путался. Он меня не узнавал. Он на меня смотрел, он говорил, что вы так похожи на мою маму. И когда я ему что-то говорила, это же я, Альберт, он начал плакать, даже у вас голос, как о мою маму, говорю. Он весь лежал такой запинтованный, как мумия, все пинты, руки, ноги, тело, голова вся, даже нос на лице. Хоть его перевели в палату интенсивной терапии, ему несколько раз пересадку делали, на лицо, на лоб. К сожалению, с трудом пересаженная кожа приживалась на лицо. Пересадку делают, через два дня перевеску делают, она отторгается. Врач ЛФК, когда подошла, она мне сказала, вам придется заново его учить, сидеть, ложку держать, держать, ходить. Я это не понимала. Это как можно? Как будто он заново рожденный ребенок, вам его надо будет учить ко всему. После реабилитации, после выписки, у него начали появляться после ожоговой рубцы, которые приводят к деформации лица, деформации тела. Получается, мне надо будет убрать рубцы на руках, между пальцев. Также попытаться исправить вот этот палец. У него загорели сухожилия. Также вот здесь надо убрать. И вот здесь. Также на лице рубец, который стягивает ночь, и попытаться здесь что-нибудь сделать, потому что она стягивает глаз, и из-за этого по ночам у нее глаз полностью не закрывается. Рубцы после ожогов, кожа там не эластичная, как в других местах здоровой кожи. Не эластичные, они стягиваются, стягиваются, трескаются, зудят, зудят, и всегда они красные. В Санкт-Петербурге обратились, потому что это сильная клиника, специализированная клиника. Там условия, и условия другие. Там оснащение, инструменты, все это новые. Поэтому обратились туда, чтобы получить, увидеть лучший результат. Лечение у нас должно пройти в семь этапов. В семь этапов. В семь этапов. Это на лице, будут на лицо, на нос. Как бы операции пластического характера должно сделать. И ушная раковина. И вот на руках у него рубцы, которые стягивают пальцы, приводят дискомфорт и движение. Вот эти операции нам предстоит. То, что у него правый глаз полностью не закрывается, я беспокоюсь, что со временем это приведет к сухости глаз и к другим заболеваниям глаза. И вот рубцы на лице тоже в какой-то степени все-таки в психологическом плане представляют дискомфорт для моего сына. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин